Царю небесный, будь очищенную души истинным, И живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю прийти в сели севны, И очистены от всяких скверных, И спаси, Боже, души наши. Господи, благослови наши занятия, умудри, Дай все слышанное, Господи, запомни, принять, раствори это верно, И притвори в жизнь, чтобы на страшном суде мы предстали и сказали Тебе, Господи, Мы сделали все, что Ты поверил. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так. У нас закладка на 9 главе. Римлянам послание, так ли? 8.15. 8.15. Угу. Благодарю. Благодарю. Я просто готовился много, прошел дня. Римлянам 8 глава, 15 стих. Потому что... Так, Игнат Ильич, мы это на прошлом занятии читали. Когда вас не было. У нас же было в прошлом занятии. Тогда не знаю. Я что знаю, то и сказал. Вот. Это мы на прошлом занятии прошли. А где остановились, я, к сожалению, не заметил. Ну, давайте. Римлянам 8 глава, 29-30 стихи. Это прошли. Прошли тоже, да? Да. 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Проходили? Установленные через крещение. Вот где-то здесь. Не помню. Давайте, с 31 стиха. Так, вот я сейчас 29-30 прочитаю. Ибо римлянам 8 глава, 29-30 стихи. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Так, это, помню, разбирали. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Спросительный знак. И толкование блаженного Эфилакта Болгарского. На этот стих. Видишь ли, что здесь весьма ясно показывает, что говорит к бедствующим. Речь его почти такая. Если мы удостойны таких благ в то время, когда были врагами, то во сколько больших удостоимся после оправдания и прославления своего. Если Бог за нас, кто против нас? Хотя бы восстала против нас вся вселенная. Восстание это, премудрость Божия, обратит в наше спасение и славу. Что здесь непонятного? Понятно. Сегодня мы как раз рассуждали на тему такую, что изымают Библии, синодальный перевод, и сжигают. Во Владивостоке дело обстояло. И понятно, что в Библии сказано, что Бог бодрствует над Словом Своим. И эта власть будет уничтожена, если такое будет твориться. Здесь не надо быть ни пророком, ни просто. Это так и будет. И здесь нам тоже говорится, что если Бог за нас, кто против нас? То есть если власти против, они хотят уничтожать Библии, Слово Божие. А причина какая? Нет маркировки. А кому она нужна? Да торгашам. Конкуренция. Мы вот поставим свою маркировку, наши Библии покупайте, а все, которые бесплатно раздают, тех хватайте и сажайте. Здорово живешь. Петро придумано. Но Бог уничтожит это. Он за нас. За тех, кто бесплатно раздает, он будет заступаться. Поэтому бояться не надо этого раньше времени. Ну а если уж повлекут к Семницу, то перенести это и прославить Христа. Из-за этого. То есть если Бог за нас, ну понятно, что Бог не допустит уничтожения Слова Его. Чем закончилась, когда советская власть хватала и уничтожала Библии? Нету этой власти теперь. Коммунисты дальше. Коммунистическая власть. Где? Нету. И так было, есть и будет всегда. Понятно? И далее в 32 стихе как бы расширяется. 32 стихе. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Толкование. Представь себе, что Он не пощадил Сына Своего, то есть единородного, возлюбленного, который из тысячиства Его. Ибо есть Сыны. Андрей из Беларуси. Микрофончик отключи, чтобы шипить. Ибо есть Сыны Божии, усыновленные через крещение. Но предал Его за нас. Предал за всех. То есть благородных, неблагородных, славных, ничтожных. Предал не просто, но на убиение. Как теперь не дарует Он нам всего? Кто дал Владыку, тот не дал ли прочих даров? Итак, если Он не дает чего-нибудь, из этого не следует, что не дает вовсе. Поэтому не слишком желай освобождения, огорчаемый за Христа, ибо получишь желаемое, когда Он даст. Так, вопросы задавайте, пожалуйста, по этому отрывку. О каком освобождении, здесь Филосилак говорит? Поэтому не слишком желай освобождения, огорчаемый за Христа. Освобождение от ус тюремных. Или о сегодняшних скорбях речь идет. Так, кто-то еще. Игнат Тихонич, имеете, что скорбь спутывает человека, угнетает его дух. И человек делается иногда совершенно неспособным ни к чему. Он углубляется в свою скорбь. Он думает только об ней. И постоянно просит освободить. Там незначительно что-то. Дочь уехала или сына потеряли. Ты не думаешь, что он не слышит. Слышит. Но когда дать, дать при твоей жизни или после, это он знает. Потому что у Бога просчет до последнего колена на земле. Человеку, конечно, нелегко на это согласиться. Мне не раз приходилось в жизни такое замечать. Просил, не получилось. Проходит какое-то время совсем немного. Теперь оглядываюсь назад. А если бы он дал? Даже в ужас прохожу. Что бы там было? Как хорошо, что вовремя карман прохудился. Готовилась такая свадьба. И вдруг у человека все потеряно. Конечно, огорчительно. На этой основе иные там пакости всякие делает над собою. Но, доверившись Богу, Ты скажешь, Господи, воля Твоя святая исполнилась. Благодарю Тебя. Вот это нужно приучить с малых лет. Вот сегодня мы как раз на нашем занятии, в трапезной, и говорили. Сегодня, да, вот так это выглядит. Я желаю вот так. Я могу объяснить, почему желаю. Но дальше, через неделю, через сколько-то, не знаю. Мы просили от детского лагеря. Молили все за нас. Роспотребнадзор атаковал нас. Опутал со всех сторон. Конечно, Бог дал послабление. Не сразу. Полиция, прокуратура, все было. Но дальше-то мы сразу же объявили о закрытии лагеря. И тут же стали собирать средства, покупать дома. Перейти в иной формат. А если бы не напали, мы бы еще 45 и 46 лет были бы. Бог верь, что мы выросли из этой одежды. Мать посещала Самуила, когда отдала его отрокам. Каждый год приносила ему новую одежду. Он вырастал из нее. Он молодой человек, отрок рос. Так и мы. 45 лет, совершенный муж. И как мы благодарили Богу, что на нас напали. Теперь, когда смотрим, ничего они нам не сделали. Детей не прикоснулись пальцем. А мы-то теперь сейчас сколько уже думаем. Вот я ко всем, может быть, обращусь. Нам нужно срочно доставать три комбайна. Комбайна кухонных. Какой лучше, дешевле. И чтобы меньше энергии было. И в то же время успеть и сварить, и спечь. И духовка работала. Какая цена? Подскажите марку. Я сам не решаюсь. Не знаю, но покупать-то мне придется. А если так, дети теперь будут по домам. Мама уже спрашивает, как это будет. А об освобождении-то сразу не просите. Это, наверное, мультиварка. СТВ. Так, во время, когда говорят, не надо голос подавать. Вот никогда бы у нас телевидения 24 не было. А видите, как побудилось? Сделали известными. Про ректор университета как раз мне и сказал, Семкин. Всякая антиреклама есть. Реклама. Да еще реклама с сочувствием. Русская линия подключилась. Диссидентский круг. Православие. Со всех сторон. Сколько новых людей вышло вдруг. А бы не было гонения-то. А обернулись назад. Гонения-то. Ничего не сделали они нам. Ничего не отняли. Да, приезжали. Да, представляли, говорится. Но они сегодня только уехали. Вот полиция приехала. 18 июля. В 22.00. В 22.00 мы лагерь рекомендировали. Они били в пустоту. Уже его не было. Детей по домам разнесли. Все молиться стали. Все. Вовремя среагировать. Сразу собрание в деревне. И всем сказали. Дети будут. Кто будет брать? Так мы отвечать за них должны. А как вы думали? Я 45 лет нес уголовную ответственность за детей. Никто не взялся. Я понял. Приходится теперь по-другому. Ответственность будут брать те, в чьи дома дети будут приглашенные. И как? А Бог устроит, раз Богу доверились. Вот это на практике. Хорошо, что напали. Да простит Господь Роспотребнадзор. Они ничего нам плохого не сделали. Ничего абсолютно плохого. И полиция нам плохого не сделала. Ни суд, ни прокуратура. Богу слава. Отошел. Послание к кремлинам. Восьмая глава. Тридцать третий стих. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Толкование. Так как верующие встречали от иудеев, в числе других искушений, и тот укор, что они легко изменялись, и мгновенно обращались в христианство, то говорит. Вас избрал Бог. Кто же будет обвинять избранных Божиих? Если выберет что-нибудь художник-человек, то никто не будет порочить его. Кто же будет порочить выбор Божий? Ну, здесь все понятно. Идем дальше. Тридцать четвертый стих. Восьмой главы. Послание к кремлинам. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Толкование. Не сказал, Бог отпускает грехи, но, что гораздо важнее, Бог оправдывает. Итак, не будем бояться ни искушающих, ни поносящих. Нас избрал и оправдал Бог, и умерший за нас даже и воскресший Христос. Кто же осудит нас, удостоенных такой славы? Сказал, ходатайствует о нас, дабы, чтобы показать любовь Христа к нам. То есть, что хотя Христос и исполнил домостроительство по плоти, однако не прекратил человеколюбивого отношения к нам, но предстательствует за нас. Это значит, ходатайствует. Такое выражение отнюдь не умаляет славу единородного. Прежде сказал, он и одесную Бога. Это знак величества его. Почему и присовокупил, ходатайствует, показывает этим не другое что-нибудь, но, как сказано, любовь к нам. И об отце сказано, как бы сам Бог увещевает через нас. 2 Коринфянам 5.20 Неужели слава Бога умаляется от того, что Он молит? Напротив, это служит знаком неизреченного попечения Его о нас. Некоторые понимали слова «ходатайствует» о нас так. Поскольку Он носил тело и не сложил его, как пустословят манихеи, то это самое и есть предстательство и заступление к Отцу. Ибо, взирая на это, Отец вспоминает о любви к людям, по которой Сын Его понес тело, и таким образом склоняется к милосердию и милости. Так говорит Павел потому, как неоднократно замечал я, чтобы воодушевить бедствующих и показать им, что и Дух ходатайствует за нас. И Отец не пощадил для нас собственного Сына, но оправдал и прославил нас, и Сын предстательствует за нас. Поэтому вы не должны ни унывать, ни падать Духом. Аминь. Спасование закончено. Вопросы? Вопросов нет? Игнат Тихонович, добавите. Эти слова делаются очень понятными, если человек не сидит в углу. В его жизни это обязательно будет, притом каждый раз по возрастающей. Сначала небольшое испытание, человек прямо теряется. Ничего еще не было, гляжу, совсем раскис. А почему и говорится, за одного битого, двух небитых дают. И когда ты уже... А до чего жизнь дается? Для того, чтобы мы испытаны Богом были. И вышли из горнила испытания. И здесь каждый раз ты видишь, что выхода никакого нет, защиты никакой нет. Вот мы сидим в ташкентской тюрьме. Совершенно чужие люди. Другая национальность. А в это время внутри буйствует целая команда врагов. Подходит к этому. Ты кем работал? Он обязательно пряжется. А тут никому не мешает. Полноватый такой, вот как Сергей немножко. Я бухгалтером. Бухгалтер на шее народа сидел. Паразит. Зубы у него. По басовому головой зубы выбил. Так, зубы давай сюда. Сразу стучит туда. На наркоту обменяли. А этот кровью захлебывается. Я тут же сижу. И он не подходит даже. А почему я молюсь? Его никто и не допустит. На Бога надеется. А чем я лучше? Ничем. И вдруг заедают клопы. Невозможные клопы. Никак нельзя. Падают сверху просто вереницы. Кровь везде. Вдруг открываются. Меня вытаскивают и в милицейскую камеру. А милицейская, это там чистота, порядок. Смотрят милиция, которая провинилась где-то. Почему Бог ходатайствует? Теперь я это могу передать опыт другому. Ты надеешься сверх всякой меры. Конечно, если ты не виновен. Не то, а посадят тебя за такие дела, за которые стыдно говорить, то что ты будешь? Я знаю, как относятся. Вот сейчас Глеб Грозовской там арестован. Священник за педопилию. Ну так или не так, наше дело молиться-то. Но отношения, да если еще осудят, там, не дай Бог. Это не одобряется среди преступников. Другое дело, если ты зарезал милиционера, то тебе честь, хвала и почет будет там. А христианину-то какая разница? По какой статье тебя будут убивать? Ты, знаешь, за Христа. И в это время другим свидетельствуй. И у тебя статус будет другой. Почему? Со Христом. Вот так. Отошел. Спасибо, Христос. Римлянам 8.35. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или ногота? Или опасность? Или меч? Как написано. Толкование. Кто так любим и сподобился такого промышления? Того ничто не может отлучить от этой любви. Именем же скорби и тесноты обнял все, что только может причинять бедствия. Хотя и не перечислил их по одиночке. Тридцать шестой стих. Послание к Римлянам 8 глава. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец обреченных на заклание. Толкование. Дабы не почли скорбей и тесноты прекращением любви Божьей, приводит слова пророка, предвещавшего о них и показавшего, что терпение или умерщвление всякий день для славы Божьей составляет величайшее утешение. Каковое терпение или утешение бывает по произволению, потому что для природы оно невозможно. А умерщвляться значит быть приносимым в жертву Богу. На это именно указывает, когда говорит за овец обреченных на заклание. Как овцы не противятся, когда их заколают, так и мы. Вот здесь я думаю о мучениках говорится, да, Игнать Тихонович? Ну это надо понимать, и когда духовно начинает человека угнетать, Иоанн Затаус говорит, это переносится даже еще труднее, когда тело терзает. И он перенес страдания. Но когда восстали на друзья, стали невинно обвинять. Он не выдержал. Сказал, требую суда. Выйду как щит, как золото. И вот поэтому, когда тебя обложат всякими обвинениями, лживыми, а в то время, какие были времена, враг народа, так и здесь. Ничего, переможем. Нам Бог дает силу. Нас в чем только не обвиняли. Христиан. А вышли, и кто обвинители, никого нигде нет. Разные восставали отступники, как Юлиан отступник. Ну говорят, а вот нельзя человеке сказать, он человек, а животное. Разве можно его назвать животным? Можно. Когда его убили, кто-то, непонятно, перс какой-то, прорвался через охрану и ударил копьем сверху вниз в живот. То картина такая была. Василий Великий молился перед иконой святого Меркурия. А Меркурия, это как, можно сказать, Александр Невский или Георгий Победоносец с копьем. И вдруг видит, киот, рамка пустая, нет никого. Он молится, проходит какое-то время, видит, в рамке стоит эта картина, из копья капает кровь. То есть Бог послал его с иконы, чтобы он увидел это дело. И послышался голос, пало мерзкое животное, а это император. Один из самых талантливых императоров Греции был. Но поднял руку на христиан, сделался отступником. Вот такой, как сейчас Нинзоров. Он хулит и хулит православие. До того жалко, такой умница, Александр Глебович. Ну и умрет, только с неба раздастся. Пало мерзкое животное. Мы заранее даже это примерить сегодня. А как я буду переносить, когда будут поношения всякие? Богу доверяюсь. А как оправдаться? А зачем? Нигде не сказано. Так тогда статья будет. Переможем. Не такое было. Отошел. В римлянам 8.37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас толкования. Сказав прежде, что нас умерщвляют, апостол, чтобы не ослабел, кто, помышляя о человеческом, предлагает ободрение и не говорит, побеждаем. Но преодолеваем. То есть с легкостью, без трудов и пота, и при том тем, посредством чего строят нам козни. В том-то и состоит совершеннейшая победа, чтобы одерживать верх в то время, когда нас гонят и преследуют. Итак, не теряй веры, потому что нам способствует Бог, и не только способствует Он, но и возлюбил нас. Поэтому ничего нет удивительного в том, что мы легко одерживаем верх во время самых напастей. Вопросы? Думаю, дальше надо идти. 38-39 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим толкованиям». Прежде сказал, что Бог возлюбил нас, а потом говорит о своей любви к Богу. Дабы никто не подумал, что Он сам превозносит себя, мы рассуждаем так прикованы к любви к Богу, что нас не могут отторгнуть от нее не только бедствия, неразлучные с этой жизнью. Но если бы тиран, какой стал угрожать будущей смертью, состоящей в казни, или пообещал нескончаемую жизнь, дабы таким образом отвлечь нас от Бога, он немало не преуспел бы в том. «И что говоришь ты мне о царях и тиранах? Нас не могут отвратить от любви Твоей ни ангелы, ни все горние силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, то есть находящаяся в Тебе, ни глубина, то есть находящаяся в земле, ни слава, ни бесславие». «Под высотой некоторых разумеют царство небесное, под глубиной потерю Его, даже если бы была другая какая тварь, как видимая, так и постигаемая умом, и та не отвлекла бы меня от любви той». «Так выразился не потому, будто ангелы отвлекают людей от Христа, но в виде предположения и вследствие сильного желания показать высшую степень любви к Богу, не той, которой хвастаются евреи, но той, которую имеют христиане, ибо хотя иудеи говорят, что они любят Бога, но любят Его не во Христе Иисусе, потому что не веруют во Христа». «Ну что, давайте поговорим на этот привок». «Ну а любви Божией, конечно, здесь ничто не может нас отлучить от любви Божией. Ничто и никто и перечисляется. Но вот здесь говорит нам толкователь, что иудеи говорят, что они любят Бога, но не во Христе Иисусе, потому что не веруют во Христа». «И сектанты говорят, что они любят Бога. И как вот к этому относиться? Они тоже думаешь, читаешь про баптистов, про Храпова, там, столько перенес, действительно умирали за Христа, и… не знаю… А не веровали до конца, не до конца не верили, не вошли в церковь. И вот даже как-то думаешь, Господи, «Если праведный едва спасается едва, то…» «Угнать, Тихонич, по этому стиху, расскажите…» «Я повыше хотел взять…» «Когда он перечисляет начало, силы, власти…» «Что это такое?» «Это как…» «Янисиаре Пагид…» «В церковной иерархии…» «Название…» «Труда его…» «Он как раз и говорит об этом…» «Вот мы знаем ангелы…» «Ангел мой…» «Дети…» «Ой, ангелочки…» «То есть об ангелах как будто что-то знает…» «Рисует с крылышками амурщиков разных…» «Да мы и ангелов-то не знаем какие…» «Дальше…» «Над ними начальники…» «Архангелы…» «Есть имена…» «Архангел Гавриил…» «К Деве Марии прилетел…» «Михаил…» «Вел на небе войну…» «И дальше перечисляют…» «А сколько известно…» «Девять названий…» «А вот бывает сейчас…» «Ник…» «Аватар…» «Ни имя… «Ни цифры…» «Что означает…» «До святых сказали…» «Что имена у всех есть…» «Нет только у демонов…» «Ну…» «Как Лев Толстой говорил…» «У чертей нету…» «Это не люди…» «То есть они попадают в эту категорию демонов…» «У них имен нету…» «Куда они делись-то…» «Что ради вдруг…» «Но появился момент…» «Что можно пакости делать…» «Не показывая себя…» «Да как раз этим они и показали себя…» «На…» «Тут же написано…» «А что написано…» «Ты еще раз прочитай и посмотри…» «Вот они…» «У них мученики…» «А что думать…» «А зачем тебе думать-то…» «Кто тебя ставил думать…» «Вот у нас…» «А кто у вас…» «Епископ…» «Думает какая-то там…» «Тувинская епархия…» «Да ему дела никакого нету…» «Он вообще ничего не знает…» «Верующий ли он человек или не верующий…» «Батюшка сегодня все это…» «Тебя разложил по полочкам…» «Он ни о чем…» «Он хочет в общину поступить…» «Нет…» «А зачем…» «А повеличается…» «Вот они и могли никто добить…» «А мы добьем их…» «Я вот буду нападать…» «Запрос сделали…» «Тот ответил…» «Ну сказали выщеркнуть…» «И выщеркнули…» «Зачем ему нужно…» «Раз договоренность уже заранее сделали закулисно…» «Что через пять лет…» «Чтобы ни одного прихода не принадлежало зарубежной церкви…» «А куда они делись…» «Остались под другими юрисдикциями…» «А их 13 юрисдикций-то…» «Кого они обманывать-то хотят…» «Куда Агафангела делись…» «С Пашковского-то…» «А это больше 120 приходов…» «Ни два…» «Ни три…» «А куда делись…» «С Русанцева…» «Валентина Митрополита-то…» «Ни два… «Ни три…» «Почти 200 приходов…» «Ну понятно, что…» «Люди-то ничего не знают…» «И думают, что…» «Ну вот всё…» «Добили зарубежную церковь…» «Все общины остались…» «И мы избрали царский путь…» «Потому что мы вне патриархии были образованы…» «И тогда мы признавали её благодатность…» «И вместе встречаемся…» «И причащаемся…» «Но…» «Напрямую не подчиняемся…» «Над нами власти не имеют…» «Нас может патриарх предать…» «Там…» «Анапими…» «Там…» «И что-то…» «Не может…» «Мы ему не принадлежим…» «А Папа Римский не может…» «Ни Григориан и Армяны…» «Опты не сирийцы…» «Не могут ничего нам сделать…» «Ну а…» «Китайский там…» «Мао Зенун какой-то…» «Может нас…» «Да не может быть…» «Вот свой президент…» «Может…» «Может…» «Вот надо дальше договаривать-то…» «И поэтому судить…» «А как они вот такие…» «Да у Ирилькова всегда были мученики…» «А у коммунистов разве не было…» «А у фашистов…» «Возьми…» «У Гитлера родная сестра…» «Она вообще с ним не зналась…» «А она никакого отношения не имела ни к нацизму…» «Ни к СС…» «Ни к чему…» «Но…» «Одной крови…» «Одна мать родила…» «Арестовали…» «Приволокли сюда…» «И здесь должна умереть…» «Вуза…» «Вот такая власть была она…» «Хорошая…» «Врач делал операцию…» «Делал зубы там…» «Вставлял Гитлеру…» «Допрашивает её…» «Арестовывает…» «Везут сюда и держат…» «И не выйти ничего нельзя…» «И как…» «Ну верующий, конечно, он как…» «Будет Богу…» «Молиться…» «Благодарить Бога…» «А не верующий что он…» «От тоски…» «От страдания…» «Жизнь закончится…» «Поэтому мученики были везде…» «А коммунистов, которых арестовывали…» «Вот Гесс был такой…» «Ну знает…» «Там Гиммлера…» «Гиммлера там знает…» «А Гесса кто знает?» «Это…» «Первый был заместитель Гитлера…» «И вдруг ни слова не говоря…» «Садится на самолёт…» «Летит в Англию…» «Заключить сепаратный договор…» «На два фронта нельзя вести войну…» «И там катапультируется…» «Самолёт разбивается…» «Гитлер узнал…» «Отолько сказал…» «Сумасшествие…» «Они его арестуют…» «Арестовывают…» «В тюрьме шпанда удержат…» «Ему уже 90 лет…» «Один узник…» «И круглосуточно дежурит…» «Сын встретился…» «Побеседовали…» «Всё хорошо…» «Буквально две дня приходит…» «90-летний старик…» «Он повесился…» «Ну…» «Чё смеяться-то тут…» «Повесился…» «Отличное здоровье было…» «Задушили…» «Нас тюрьму прикрыли…» «Потому…» «И среди фашистов были мученики…» «И среди…» «Везде…» «Но мученик во Христе…» «По Слову Божьему…» «Аеретики…» «Манихеи…» «Ариане…» «Нестериане…» «Были мученики…» «Много лет сидели…» «А как они?» «Да тебе зачем об этом думать?» «Как?» «Ты о себе знай» «Другой Харакорец…» «А я вам показал…» «Я таким могу сказать…» «Сиди тихо…» «Пока не размазали по стенке…» «А то я ложки соскребать буду» «Ты не знаешь, что там будет и как с тобой?» «Ты на первом допросе можешь поехать туда…» «Одно слово только сказал…» «Стоп!» «Тебя так…» «А кто такой?» «Да-да» «Тебя найдут там место…» «И поэтому…» «Доверься Богу…» «Думай о себе…» «Господи…» «Как бы мне быть верным-то тебе…» «Как бы имя Твое святое пронести…» «Прославляя Тебя в узах…» «На свободе…» «А если в семье непорядок…» «Это тоже узы спутанные…» «Да не разводиться…» «Вот сегодня…» «Рассказывали…» «Тут кое-кому я посылал…» «Как…» «Молодые пришли к батюшке…» «Развенчиваются…» «Многие знают этот рассказ?» «Или нет?» «Всё молчите-то…» «Нет, нет…» «Расскажите…» «Успели разместись…» «Ну…» «Молодые…» «Пожили-пожили…» «Не ладятся…» «Да с работы не ладятся…» «Она упрекает…» «Он не работает…» «Ну и пошли…» «Батюшка-то хороший у них…» «Батюшка…» «Мы решили разместись…» «Развенщайте нас…» «А всё-таки знает…» «Что…» «Венщание…» «Это не ЗАГС…» «А батюшка их обоих знает…» «И причащались…» «Ходили…» «Ну…» «Хорошо…» «Пошли в храм…» «Одел праздничную светлую одежду…» «Зажёг все светильники…» «Поставил их перед…» «Амбоном…» «Там это…» «Как выходит из алтаря…» «Такая…» «Полукругом ступенька там…» «Ну и взял Евангель…» «А Евангель…» «Это…» «Которая там запрестольная…» «Оно закованное в железо…» «16 килограмм…» «Вообрази себе…» «Он вынес его…» «И допрашивает…» «Иоанн…» «Брат Иоанн…» «Ты…» «Обязательно…» «Желаешь…» «Развестись с сестрой нашою…» «Еленою…» «И стать…» «Богоотступником…» «Так ли это он…» «Да, святые очи…» «Так и есть…» «Хочу…» «Развестись…» «Он Евангелие поднял…» «Благословил его…» «Хлопнул…» «По голове…» «На весь храм…» «Стук раздался…» «Тот еще не ощухался…» «Он допрашивает Елену…» «И ты, сестра Елена…» «Действительно…» «Хочешь развестись с братом Иоанном…» «И сделать…» «Собирать…» «Ступницей…» «От православной веры…» «Да…» «Отче святый…» «Хочу…» «Он ее огрел…» «Сверху…» «То благословил…» «И опять пошел…» «То к Иоанну…» «То к Елене…» «То от Елены…» «К Иоанну…» «Ну и раза четыре…» «Он их благословил…» «Они оба взмолились…» «До…» «До каких пор это будет…» «Святые очи…» «Он говорит…» «Как и сказано…» «Как венчает…» «Только…» «Смерть может разлучить вас…» «Они поняли…» «Он до смерти будет колотить их…» «Ху-ху-ху…» «Только смерть может развенчать…» «Вот и все…» «А на самом-то деле…» «Сколько…» «К архиерею приходят…» «Две пачки…» «Сантиметров по двадцать…» «С лишним…» «Лежат на столе пачек…» «Бракоразводных процессов…» «И чуть не все удовлетворит архиерей…» «До архиерея власти нет…» «Если при живом муже…» «Или при живой жене написано…» «Женится выйдет замуж…» «Кто?» «Прелюбодейца…» «Считали…» «Седьмая глава к римлянам…» «Сколько-то прелюбодеев-то таких…» «Сколько в храме-то…» «Еще начинают кого-то учить…» «Да ты глянь на свою поганую жизнь-то…» «Сколько ты оставил всякой беды-то везде…» «Ну…» «Я не хочу конкретно говорить…» «Да это же на самом деле так…» «Сколько раз Пугачёва венчалась…» «Ну…» «И никакого ни греха…» «Ничего нету…» «Да мало того, что патриарх венчал…» «Вот какие претензии еще есть…» «И нужно согласиться с тем…» «Что от любви Божией ничто не отлучит…» «И думать о мучениках…» «Которые есть юридиков…» «Не надо…» «Мы знаем…» «Вне церкви нет спасения…» «Вот эту фразу повторяй…» «А остальное Бог решает…» «Да что они ни один не спасется…» «Я ничего не могу сказать…» «Я знаю…» «Вне церкви…» «Где нет священства…» «Спасения нет…» «На сто процентов…» «А остальное Бог решает…» «Не мне решать…» «Бог решает…» «Бог вопреки своих законов…» «Иногда спасает человека…» «Он самовластно делся…» «И то ни перед кем не ответственны…» «Горшечник знает…» «Какой горшок разбить…» «Отошел…» «Полкование…» «Сперва узнаешь…» «Что такое отлучение…» «Оно…» «Отделение от чуждения…» «Как никто…» «Не смеет касаться дара…» «Посвященного Богу…» «Так и отлученного…» «Только по другому чувству…» «К священному дару…» «Никто не осмеливается…» «Приблизиться…» «Из уважения…» «Как посвященному…» «Богу…» «А с отлученным…» «Все прерывают связи…» «Как со скверненным…» «И отчужденным…» «От Бога…» «Что же значит…» «Сказываемое Павлом…» «Кажется, что он говорит здесь…» «Противоположное тому…» «О чем была речь выше…» «Там он сказал…» «Что никто не отлучит нас…» «От любви Божией…» «А здесь говорит…» «Что он желал бы быть…» «Отлученным от Христа…» «Кажется, что он…» «Противоречит…» «Сказанному…» «Прежде…» «Но на самом деле…» «Нет…» «И здесь высказывает он…» «Желание…» «Быть отлученным…» «От Христа…» «По любви к Богу…» «Все обвиняли…» «Бога…» «Что он…» «Изгнал…» «И решил…» «Чести…» «Евреев…» «Удостойных…» «Усыновления…» «Пользовавшихся…» «Особенной…» «Славой…» «И называвшихся…» «Светками…» «Христа…» «И вместо них…» «Вел…» «Людей…» «Никогда не знавших…» «Бога…» «Язычников…» «И высказывали…» «Ропот…» «И хулу…» «На промысл…» «Как будто…» «Сие…» «Делалось…» «Несправедливо…» «И Бог…» «Обманывал…» «Правцев…» «Которым…» «Обещал…» «Поэтому-то…» «Павел…» «Терзался…» «Скорбел…» «О славе…» «Боже…» «И желал…» «Сам быть отлученным…» «Только бы спаслись…» «Иудеи…» «И прекратилась их…» «Хула…» «На Бога…» «Видишь ли…» «Что он… «По пламенной…» «Любви к Богу…» «Желает…» «Если…» «Возможно…» «Быть отлученным…» «Отцом…» «На…» «Вечно…» «На… «Не от любви Его…» «Но от славы Его…» «Наслождения Ею…» «Так и отцы часто отделяются от сыновей…» «Чтобы сыновья прославились от нюдь не чуждаясь…» «Не отнюдь не отчуждаясь от любви…» «Но желая…» «Сами быть в бесславии…» «Чтобы они…» «Сделались славными…» «Итак…» «Рассуждает апостол…» совершивший несчетное множество подвигов, любящий Бога безмерно, желаю для славы Божьей лишиться славы Христовой. А это не значит лишиться, но скорее приобрести. Пловами за братьев моих родных мне по плоти указывает на самую нежную и пламенную любовь свою к Иудеям. Вопросы? Да, мы почему-то пропустили первые и вторые стихи, по-моему. Первые и вторые пропустили? Да. Римлянам, 9 глава, 1 и 2 стихи. «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему толкования». «Последующие речи намерен доказать, что не все, происшедшие от Авраама, суть семя его. А дабы кто не подумал, что, говорит, это в сильном возмущении духа предваряет, и устрояя такое предположение, говорит о евреях благоприятное им. Он высказывает, что весьма любит их. «Дабы ты поверил мне, говорит, истину говорю о Христе, не лгу». Доказательство это приводит трех свидетелей. «Христа, собственную совесть и Святого Духа, говоря, «Великая у меня печаль, снедающая сердце моё при имени евреев, что они находятся в неблагодати, о чём и намерен он говорить». «Да, не прочитал. Ну вот от Игнатия Тихоновича я раньше слышал, что редко кто говорил о желании в своём быть отлучённым. Кто ещё, Игнатий Тихонович, напомните, кроме Павла, такие высказывания делал? У меня по исследованию пришёл к заключению, что эти слова неразумные. Там говорится, отец желает славы, лишиться для сына. Тут каразе сравнение такое может быть. Речь идёт не о славе, которая быстро приходящей, о вечности. Миллиарды лет может быть. И не видеть Христа и мучиться. Но от любви он сказал это, не понимая, что говорит. Апостолы многое не понимали. Построим трекущие, написано, ибо не знали, что говорили. Ну, удивительное состояние, велелепная слава, велелепная. Один раз в Библии встречается слово. То есть не просто великая, а великая по красоте слава Христа. Не знали. Вот первый раз сказал это Моисей. Исход 32 глава, 32 стих. Если ты их, Господи, не пощадишь, то и меня изгладь из книги жизни. Речь идёт. А кто в ней книги жизни, тот пропал. Он навеки в ад пойдёт. И кто не был записан в книге жизни, написан, будет брошен в огонь. Вещий мужчина. И Господь не удовлетворил его просьбу, а сказал, кого пощадить, пощажу. Бог знает. И третьим говорил Серафим Саровский. Третий. Это третья книга, настольная книга священнослужителей, 601 страница. Там он говорит, ас, грешный Серафим, три дня и три ночи он молился. Молился целенаправленно. Не о царе, не о стране, а о архиереях. Что, Господи, лучше меня изгладь из книги жизни, а их помилуй. И Бог сказал, не пощажу и не помилую. Вот Павел, Моисей и Серафим Саровский. И ни один из них, он не понимал, что говорил. Говорил в забвении, как бы паморок на голове был. По-другому никак нельзя. Да как это? Это вечность. Ты испытал мучения в вечности? Нет. Ну а как ты можешь об этом говорить? Другое дело, Господи, лучше я сегодня лягу без ужина, а их только накорми. Это я поверю. Но речь-то идет о бесконечности, которую никто на земле не знает. Да помилуй, Господи, от таких слов. Да зачем тогда мне все остальное, когда я останусь без Христа? Что пользу весь мир приобретешь всех евреев, а по душе повредишь? Значит, он не понимал, не понимал, а говорил в экстазе любви к народу своему. Отошел. Послание к Римлянам, 9 глава, 4, 5 стихи. То есть, израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Толкование. Здесь хвалит и превозносит иудеев, дабы кто, как я сказал, не подумал, будто говорит в сильном возмущении духа. Незаметно же высказывает, что Бог желал и им спастись. Это видно из того, что он удостоил их усыновления и славы, дал обетование от самых, снабдил их всеми прочими преимуществами и соизволил, чтобы от них родился Христос. Но они сами отвергли благодеяние. Посему, изумляясь, любви Божией, высылает благодарение единородному и говорит, Сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Хотя другие рассуждают хулят, но принятие язычников было не основательно, но мы, зная тайны Христовы, знаем, что он достоин прославления. При этом должен посрамиться Арии, потому что Павел называет Христа Богом над всем. Должен Арии посрамиться, но когда свидетелям Игорева этот стих приводишь, почему-то они в посрамление не приходят, не в смущение, они еще как будто закрыты напрочь. Интересно, как будто Бог закрыл для погибающих, что ли. Вопросы? Игнатий Хочу вам слово. Ну, когда вот берете на сегодняшний день, правильно переносите, так называемые свидетели Юговы, это не христианская секта. Куда яснее это? Сущий над всем Бог. Перевести никак нельзя. Так переведен он на английский язык, в оригинале, в греческом, везде. Нет, они написали теперь новый всемирный перевод. Да не перевод. Это написана новая книжка, которую они выдают за Библию. Фальшивка. Фальшивок всегда было много. И поэтому доказывать еще не надо. Сказал, нет, это люди отвержены, на них клеймо проклятия. Люди, приготовленные для ада. Это хворост под котел. И все на этом отойди. Видишь, они все сделали для того сатана. Это избранники сатаны. Так называемые свидетели Юговы. Что ни с кем не разговаривать на свою тему. А вот ничего у людей не брать. И они никогда не берут. Молодые, 4 человека меня подходят. А я им даю свою газету прочитать о крещении. Ни под каким видом не берут. Я у них беру, что они дают. Я дома проверю. Читаем в собрании. Не боимся. Они как огня боятся. И поэтому Библии боятся. Библия, синодальный перевод у баптистов, у адвентистов, у пятидесятников. Ну какие только не назови. И у католиков издают брюссельское издание. Старообрядцы. Все издают синодальное. То есть самое истинное правильно. Они ее не признают. Вырезают места. То есть слуги дьявола. Лживые. Они называют Библией и прочее. Ведь как-то я услышал, что они есть. Это не свидетели Югова. А лжесвидетели, скрывшиеся под именем Югова. Фальшь. Ибо сатана принимает вид ангелов света. Сущий над всеми Бог. Над всеми. Настоящий. Благовесловенный вовеки. Еще к этому можно добавить. Когда беседуешь с ними, можно открыть. Вот 9-5 римлянам. Открываешь. А это неправильно переведено. Ну а как переведено. А нет этого стиха. Вырвали его и все. Его вообще нету. Некоторое написано. И три свидетельствуют на небе. Я говорю, написано. А там нету в оригинале. Как это не было? Вчера была. Куда на сегодня делась? Как говорит. Бога нет. Как не было? Утром был Бог. А в обед его не стало. Куда он делся? Как с атеистом разговаривает. Был и есть Бог. Так и это. Нужно разговаривать четко, ясно с властью. Которую Бог дал нам. Если ты видишь, что он открывает эту какую книгу, и это не Евангелие, отойди. Отойди и скажи, что книга эта подлежит сожжению, обман. И вот и все. Отошел. Время нам 9.6. Не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Толкование. Я, говорит, распаляюсь от того, что хулят Бога. И потому высказал желание, чтобы все спаслись. Но если не все спасутся, то отсюда не следует, будто Бог солгал в обетованиях данных отцам. И не сбылось Слово Его. Он исполнил обещанное, хотя хулители и говорят, что он одним обещал, а другим дал. Слушай дальнейшее. Наверное, послушаем дальнейшее. Римлянам 9.7. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, Высоаке наречется тебе семя. Толкование. Бог, говорит, исполнил обещанное. Он сказал, тебе дам и потомство твоему. Бытие 13.15. Итак, посмотрим, какое это потомство. Не все, происшедшее от Авраама. Суть просто потомства его. И не все, происшедшие от Израиля, суть израилетяне, но родившиеся по примеру Исаака и знаменитые добродетелью Израиля, через которую он видел Бога. Ибо не сказал, который от Иакова, но от Израиля, упомянув о почетнейшем имени. Итак, если уразумеешь, кто рождается по примеру Исаака, то найдешь, что обетование не ложно, ибо таковым даны обетования. Поэтому Бог отнюдь не заслуживает хулы, что он сказал, то и исполнил. Хотя некоторые и не понимают этого. Понятно, о чем речь? Играй Тихонович, еще раз кройте. А что здесь можно не понимать-то, когда по слову все разложено? Любое здесь толкование, оно только будет расширять, фактически ничего не добавлять. Ничего не могу сказать, боюсь. У меня вопрос, если можно. Можно. Здравствуйте, извиняюсь, долго не мог присоединиться, работал. Здесь расстолковывается такая ситуация, что Господь Бог, получается, отдал обетование по своему обетованию. А вопреки обвинителям, которые говорят, что он обетовал, обещал одним, отдал другим. Но он говорит, что это неправда в этом послании. Значит, здесь есть такая у нас секта, называется Назаряне. Это мои такие, как у некоторых, баптисты. Все мы приходим, возвращаемся домой из разных кривых путей. Так вот, у них в основе учения является то, что 10 племен Израилевых и Яковых, ну, Яков Израиль, да. Это есть европейские народы от Черного моря, от Армении до Англии. И приводит в доказательство следующие факты. В частности, это Писание также говорит о том, что Христос пришел, он сам говорит, я пришел для погибших овец Израилева. Когда у него спрашивают, женщина бежала, кричала за ним. И он отказал ей, сказал, что хлеб не дано, ну, хлеб, ну, положено хлеб дать псам и отдать детей, и забрать детей и отдать псам. Это вторая статья, которую мы держим в голове. Также все, что говорит Господь, у него все слово действие едино. Мы это должны понимать. И также мы видим исторически, что христианство закрепилось только на территории от России до Англии. То есть массовые христианские страны – это Россия, Европа и Англия. Ну и север Африки. Вот. Так вот, возвращаемся к истории десяти... Когда угнали в Вавилон, часть, в общем, северное царство Израиля, Иудея, было северное царство Израиля, когда разделился Израиль. Израиль и Иудея. Игнатий Тихонович, вы наверняка знаете об этом. И вавилоняне их выгнали, ну, то есть забрали с собой и как бы расселили их везде, то есть угнали. Осталось только Иудея. Вот. И они как бы расселились. Это считается десять племен Израилевых или Якова, в общем-то, пропавшими. Но они не могли пропасть, это миллионы людей. Вот. Соответственно, как бы их вот теоретически так вот предполагать, что они расселились, ушли на север. То есть север Средиземноморья, Черного моря Каспия. Вот. То есть у нас европейские страны только там. Вот. В Китае проповедники, в Индии, то есть, ну, как-то не цепляется слово Божье. И еще, палеоеврейский, на котором написано Тара, первая, особенно, ну, первые части, палеоеврейский. Не вавилонский шрифт, который мы сейчас знаем, а палеоеврейский. Так вот, если мы положим на стол палеоеврейский, палео-латинский, это в районе Италии, и палео-греческий, а также палео-языки северных народов, письменность имеется в виду, то схожесть удивительна. Вот. То есть, тогда интернета не было. Могли только, не могли просто как-то. То есть, это значит, получается, вот эта статья, вот как бы, возможно, вот то, что мы сейчас прочитали. Ну, я извиняюсь, я просто, ну, как бы, немножко не по-русски изъясняюсь. Не статья, а главы из писания. Вот. Они, получается, все вот это вместе, я вот, что вы думаете, вот, по поводу вот такого видения ситуации? Это немножко российское видение. Я согласен, что идите и крестите все народы. И учите всему, что я запретовал вам. Ну, и все на этом, мы сами ответили. Закончил. Играйте, Павлович, отвечайте. Понимаешь, тут взять, если изданная Лопухиным Библия, разбитая на 12 частей с толкованием, в больших трех томах изданная в Стокгольме была, это примерно то же самое. Я как-то достал ее, дорого, все, и привез в университет, я вел занятия, и решил по ней провести. Кое-кое-как, два часа дотянул, и отдал эту Библию, не знаю даже кому, и больше в руки не взял. Никому это не надо. Ничего божественного в этом, что говорите, нету. На суде Божьей мне это не спросится. И доказать ничего нельзя, то есть для спора. Ну, для этого есть там палеонтологи, есть, которые занимаются религиоведением, им это хлеб насущный. Вот он теперь новое сказал, палео, палео. Я знаю, голуби палевые, желтые есть. Для меня это более понятно. А зачем это нужно-то? Не о Христе, не о Дом Слове. Я понял, мысль непонятная, все, что не будет спасения, мы не обсуждаем. Я не закончил. Я не закончил сказать. Тут защищать-то нечего, совершенно нечего. Вы взяли это чужой книжки, доверились им, сами вы ничего не исследовали, вам и не до этого. Здесь надо специально посвятить себя этой обманной теории и держаться за нее. А потом где-то что-то, крокодил съел, нету, проглотил крокодил, ну и все, теперь лопнуло, ничего нигде нет. Этих теорий были тысячи. Куда Израиль расселился, собрал Бог воедино, написано. 13-14 книга пороха Исаия, и мы должны в это поверить. Десять колен там расселились где-то. Да евреи везде есть, по всему миру. И русские люди по всему миру есть. Мы вот в Австралии, например, есть. Нам это не надо, Николай, больше никогда не рассказывайте это. Такие вот люди, знатоки языка, по словарям что-то найдут, несколько слов по-еврейски. А ты можешь по-еврейски-то разговаривать? Нет, и зачем ты уберешь язык? Вот я с батей, тут книги, где мои лежали в магазине. И в это время священник там зашел один, стали говорить, а вы сторонник русского языка? Я говорю, конечно. Конечно. А почему? Славянский язык, это язык Божий. Это сакральный. То есть он накрутил ему это уже, пироги напекла ему эта жизнь. Я говорю, вы разговариваете... Да это мертвый язык. Мертвый, на котором никто не разговаривает. Как не разговаривает? А мы с женой разговариваем. Ну, вот это удивили. И прямо разговариваете, и все знаете. Конечно. А я занимался языками. Перед обращением я перевод, это разное дело, с семи языков. Маленько мне кое-что известно. Я говорю, ну давай переводи. Я зашел к Никите в магазин и стал спускаться по ступеням. Он глаза в разбежку на 13 сантиметров впустил. Я говорю, дальше. И наступил на развязавшийся шнурок. И упал, и расквасил упрямый поповский нос. И потекли у меня сопли с кровью. Переводи. Да ты засохнешь у меня здесь в магазине, и домой не придешь. И попадя тебя не увидит никогда больше. Все, скис мой его как шар проткнуло. Что ты врешь людям-то? Я говорю, ты не знаешь его, и никто его не знает. Никто. Нету знатоков славянского языка. А вы думаете, профессор знает? Нет, конечно, по программе. Это мертвый язык, искусственно выдуманный. Кирилл и Мефони придумали этот язык с разных народов. Слова понатолкали в него. Думали, что где-то встретятся с болгарами, с румынами. Как-то догадаются. Глупости это. Надо переводить на родной русский язык, как Пушкин делал. Как делали святые отцы. Вот это нам необходимо. Ну а это что, говорите? Да никому это не надо. Мура это. Пыль на уши. Нужно сказать одно. Бог рассеял Израиль, как засохший комок пыли. Растоптал и развеял, Златоуст говорит, по сторонам. Но придет время, и Дух Святой скажет костям. Дух, дохни на кости, и оживились, и плотью оделись, но лежат одни трупы. Дух, дохни, и Дух дохнет, и восстанет это полщище. То есть мертвый Израиль восстанет. Не погибший обцы Израиля. И остаток спасется. Вот это обнадеживает, это радует. И поэтому я с радостью встречаюсь с каждым евреем, какой бы он ни был. Даже вот один тут сильно нападал, Душенов, и написал статью последнюю перед арестом. Пучеглазая, горбоносая, сволочь, заголовок. Ну, он показал полное, абсолютное презрение к евреям. Все газеты были еврейскими, там, разоблачительствами наполнены, пока не арестовали. Ну, и я выступил в защиту евреев. И говорю, да, обижать это вам не на что. Да, действительно, вы горбоносы. Ну, что скажешь-то, горбоносы. Ну, и пучеглазые, глаза на выпучку. Да давайте разберем, что это означает. Это означает, что вы избранники. Сократ доказал, глаза на выпучку глядят вокруг, как у рака, а который во впаде недалеко видит только впереди себя. И поэтому глаза на выпучку, они более ценные. Так, второе, горбоносы. Горбоносы, это как кулан. Такие, как в виде лошадей, ослов, в казахских степях-то. И там воздух легче прогревается, горбоносы это. Это избранники Божии. Им Бог особый нос дал, горбатые, глаза на выпучку, чтобы видно было, это избранный народ. И евреи утихли. Ну, а тот совсем дали срок, отсидел. Сейчас как будто евреев никогда не было, не говорит. Теперь на Сирию только нападает. А до этого с мусульманами знался, говорит, спал и ел. Пока стукнули один раз, все, кончилась пыль, пошла. И все эти пали его и ушли в сторону. Не доверяйтесь, Николай, ничему. Евангелия, нет этих слов. Выброси из головы. Можно так грамотно ответить. Вот я все понял. Отошел. Не ответить ясен. Удовлетворен. Да, отошел. Еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, то идем дальше. Римлянам 9.8. То есть, не плотские дети суть, дети Божии. Но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сарры будет сын. Не я, говорит, объясняю тебе, что такое истинно семя Авраама, но Ветхий Завет, который говорит, в Исааке наречется тебе семя. Бытие 21.12. Посему, кто родился по примеру Исаака, то есть по обетованию, те поистине суть дети Авраама, а наипачи Божии. Ибо все совершалось Словом Божьим. И Исаак родился не по закону и силе природы, но по силе обетования. В это же время приду, и у Сарры будет сын. Читаем Бытие 18.10. Итак, Исаак образован и рожден Словом Божьим. Так и над нами, чадами Божьими, упели водной, как бы в аутробе, произнося слова Божии, которые образуют нас. Потому что мы, крещаясь во имя Отца и Сына и Святого Духа, рождаемся. И как там Бог обещал рождение Исаака и потом исполнил Оное, так и наше рождение обещал Он через пророков и потом привел Оное в исполнение. Поэтому слова «в Исааке наречется тебе семя» следует понимать так. Семя Авраама в суть те, которые родились по примеру Исаакова рождения. То есть, далее подчеркнутое и выделено жирным, Словом Божиим. Следовательно, Слово Божие сбылось, но Бог даровал обетование истинному семени, то есть верующим из язычников, сделавшихся чадами Божьими, как и Исаак. Потому что и они от обетования. Если же иудеи скажут, что слова «в Исааке наречется тебе семя» означают то, что родившиеся от Исаака причитаются в семя Авраама, то следует почитать иудеев, и всех происшедших от него. Что? А, иудумеев, простите. И всех происшедших от него, потому что праотец их Исаак был сын Исаака. Но иудумеи не только не называются сыновьями Авраама, но даже весьма чуждые израильтянам и называются иноплеменниками. И на слова о рождении, о слове Божьем, Игнатий Тихонович дает небольшой комментарий. Итак, читаю комментарий. Игнатий Тихонович Латкин. Сегодняшнее учение Православной Церкви о рождении свыше совершенно не сходится со Священным Писанием или даже отсутствует. Утверждают, что рождение происходит от воды и духа, но нет ни того, ни другого. Душа, не оплодотворенная семенем Слова Божия, не может никогда родиться свыше. Поэтому все, что делается в крестильных комнатах, есть не рождение, а удушение. И если бы даже крестили в полное погружение, так же не научая, то ситуацию эту нисколько не выправит. Был сухой мертвый грешник, а ушел мокрый мертвый грешник. То есть обетование это относится к духовному. То есть Исаак, Бог Исаака обещал, потому что у Сары она бесплодная была, и в это трудно было поверить. Но Авраам поверил в это, и это вменилось ему в праведность. И мы поверили во Христа, и теперь тоже мы рождены от Слова Божия. Христиане истинные, не те, которые называют себя христианами, у которых рождения свыше не было. Конечно, им трудно это понять, они начинают рассуждать. А вот Исаака, это вот только вот там Европа, это, это, это. А в Китае и не будет христиан. Будет, если они поверят. Поверить может любой везде. Любой сейчас может зайти, слушать наши занятия и поверить. Будь он китаец, японец, француз или даже еврей. Закоренел иудею. Вот, обетование это не по плоти, а еще раз говорю, по духу. От Слова Божия. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Веровать на первом месте стоит. А то, что сегодня в православии ни того, ни другого нет, ну, беда это, конечно. Пираты заходили корабль. Но мы говорим об этом. И от этого обетование оно не исчезает. На нас же оно исполнилось, мы же уверовали, значит. Бог верен в Слово Своему. А так рассуждать одним обещал, а дал другим. Те не уверовали, а другие уверовали, где же он. Он обещал тем, кто верует в Слово Его. Понятно? Вопросы? Сергей, можно вопрос? У меня вопрос по 8.37. Римлина, можно назад чуть-чуть вернуться? Да. Давай. Вот тут Феофилак дает такое толкование. Но преодолеваем. То есть с легкостью, без трудов и пота. То есть, понятно, то есть силою возлюбившего нас преодолеваем. А вот дальше и при том тем, посредством чего строят нам козни. Вот это вот посредством чего строят нам козни. Если можно, пример какой-нибудь привести. Ну вот только что Игорь Тихонович привел Роспотребнадзор. Они строили нам козни, дали такую антирекламу, а на самом деле весь мир узнал о нашем лагере. То есть посредством их козни. Ну, а если бы ничего не было, то никто бы, ничего бы и тысячи людей молились об этом деле. А тут же речь идет преодолеваем посредством. Ну, а мы все как, ну, преодолеваем посредством, ну, любви Божьей. Без Бога мы бы это ничего не преодолели. Где еще видано, чтобы Роспотребнадзор в других-то лагерях все позакрывали. А наш лагерь, потому что мы верили Богу и доверились Ему. И то, что они хотели сделать нам зло, преобратилось с добро. Мы ничего не потеряли. Только что вот пример приводил. Ты опоздал, что ли, Игнать Тихонович? Да, ну, согласен. Аминь. Вот. Я вот так понимаю. Может, Игнать Тихонович по-другому объяснить, добавил? Другой пример приведите. Объясняю. Дело показало. Доверились Богу. Никаких особых у нас здесь не было потрачено средств. Когда подали в суд. Только призвали на молитву. Сразу же сообщил я в администрацию своих ресурсов. И срочно выставили специальный ролик маленький. И сразу нашлись люди. Перфильев. С Дальнего Востока. Он образовал сбор подписей. Сразу же направил их на председателя Совета Министров. Медведева Дмитрия Анатольевича. Я не знаю, какая польза. Никто я не просил ничего. Сообщают, что баптисты-писятники в Англии и в других городах за рубежом объявили пост. Пост объявили. Мало того, разбили сутки на часы. И молились о православных монастырях по тысяче поклонов земных. Понимаете? Я никому не писал больше. Я только сообщил, что Бог. Мы полностью ему доверились. А сами в это время мы не прятались. Продолжал лагерь действовать. Все. А как действовать? Уже по домам. Притом, среди ночи ликвидировали. 45 лет как будто не было. Я начальник и сдал указ. Лагерь ликвидируется. Его больше не будет. В этой обстановке нельзя находиться ему. Это та организация Роспотребнадзор, численность которой 110 тысяч человек, облеченные властью. На их вызовы, на их жалобы реагирует прокуратура, суды, полиция. То есть даже и говорить не надо. Что там я, козявка какая. Мы это приняли, но не приняли как поражение. Поражения никакого не было. Почему? А потому что мы спрятали детей. Они караулят. Полиция меняется. Сутки вторые дежурят вахтовым методом. А в лагере никого нет. И отец таким пришел и разговаривает с ними. Они двое там лежат, там дрыхнут. Молодые крепкие ребята. Он говорит, а что вы здесь делаете? Ну вот, засаспанные такие. Днем. Ну что вы делаете? Говорит, ребятишки у нас в деревне. Боятся на улицу выйти. А чего? Ну, полиция с оружием здесь. Ведь могут и... Да мы же не стрелять будем. Он говорит, только этого еще вам не хватало здесь. Ну, а зачем вы здесь? Ну, а нам сказали, мы здесь. А что я должен в колхозе за полторы тысячи назем выбрасывать? Это навоз после коров. Ну, молодые ребята. А им платят тысяч в пятнадцать, там, в двадцать, я не знаю сколько. Понятно. Ну, немножко им сказали. А мы в это время активно работали. Как работали? Молились, ходили, собирали ягоды. А они по деревне туда-сюда, в лагерь заходят. Никого нету. Там дежурный один все снимает. Они спрашивают. Он не отвечает. То есть мы заранее провели репетицию. Закрыли в некоторых областях, как и Теренбургская. Все на одного лагеря государственного. Просто так они не уходят. Это люди, которым поставлена задача погубить. Я вот просчитал после этого. Ну, много, сколько, я не знаю. Примерно тридцать закрытия лагерей. И они накладывают штрафы. Полторы миллиона. Полтора миллиона. Это понятно, что никак. А суды конфисковывать могут что угодно. Комбайны, там, трактора. Нам ничего, ни рубля не присудили. Нигде нету. Они сунят, а лагеря нету. И они первые должны попросить, чтобы лагерь закрыли на 90 дней. 90 дней, когда его нету. 90 дней, вообще срока такого у меня даже не было. А у них других норм-то не было. Детей где-то арестовывали, держали, не кормили. В автобусах у нас ничего этого не было. Только мы показали, как среди ночи дети убегают полураздетые, бегут в ночь, и там впереди их сверкают молнии и гроза. Это вообще боевик настоящий. Как бегут ребятишки. Почему мы заранее, это все было продумано. А как вы могли это знать? Бог. Бог. А Бог для чего? И знаю, в эксперименте, как это будет. Сергей Павлович как раз и участвовал. Вот, ему дали задание, он в лагере остановится. Молчат, он. Ты вот что, из дурдома, что ли, сбежал? Там по малке вот стоит, глаза к нему, подкатил и молится, стоит. И Василий тут, который как бы из Роспотребнадзора нападал. А он, вот он стоит, приехал сейчас. Его дети были. А мне сейчас звонят, лагерь будет действовать? Лагеря нету, друзья мои. Но дети будут, будут. И мы сейчас уже узнаем. И все это стараемся под контроль поставить юриспруденции. С адвокатами советуюсь. Скажите, а вот это как? Я еще с прокуратурой посоветуюсь заранее. Могут ли они проникнуть? Пока нигде лазейки мы им не оставили. В каждом доме, чтобы своя была кухня. А некоторые советуют, надо в одном месте там, а там собираться. Нет, это не пойдет. Только так, просто в гостях. А уже собираться, молиться, гимнастикой заниматься, купаться. Мы будем вместе все собираться по ягоды. Нам это никто не запретит. Они запрещают только это. Кухня и сон. А вот тут мы сразу ударили по всем клавишам. И они рты раскрыли. А где-нибудь кто-нибудь так поступил еще во всей стране России? Никто. А почему? Не волятся. Ну, у вас и опыт. Все мне сколько писали. Это как вы могли заранее? Они приехали и те же слова задают, которые мы потренировали. Говорят, ты вот так отвечай, а ты молчи. И они как один в один. Все так и получилось. Заранее обдумывали. Почему? Нельзя их перехитрить. Их не переплюнешь. Они институты кончают. Они подключают и КГБ. Тогда ФСБ. Приезжали даже такие люди. И ничего нигде не взяли. А вы им засвидетельствовали по-хорошему. Не нагрубили ничего. Все кончилось. И после этого еще начальник уголовного розыска приезжал, нас искал. Ему засвидетельствовали. Визитки дали. Побеседовали. Я приехал не что-то, а вот хотел узнать, а как вы относитесь к Путину? О, куда дошло-то? Наша лояльность? Не перевернем ли мы страну и политику Путина? Я говорю, нет, конечно, мы молимся за него. Ну, а если как-то? Если не может быть, мы христиане. И вот недавно поступило письмо с организацией местной по этому вопросу. Чтобы мы заранее поставили себя на учет, чтобы они пришли нас душить летом. Я говорю, нашли дураков. Я им засвидетельствовал все и пошли назад. Не будет больше этого. Вы на нас ни рубля не заработаете. Есть такой кавказский пленник Льва Толстого. Жилин тот, он сказал, я все равно убегу. А убьете, говорит, копейки не получите. А Костылин сидел, гнил там в земляной яме, большой выкуп и дали, его полуживого привезли. Ну, надо работать. А мы работали. Работали в простоте сердца. И Бог нас возвысил. Сколько похвальных отовсюду было. Вот это ТВ-24 приехало. Да не один день были. Больше четырех часов, кажется, 4.40. Правда, не все пропустили, но записали. А мы-то ролики все выставили. А сколько людей смотрело. Сейчас целые ролики составляют на этом материале люди, которые, ну, бывает к нам расположены, а бывает, там называется Свет Христов, а там адский тьмой покрыто все адской. Всякие пакости и то другое. На наших, ну, кормятся на наших роликах. Они поневоле другие будут. Они выискивают что-то, но выискивают, он должен просматривать. И он видит, ничего там нету. Мы поступили так, как надо поступить. И никто до этого не додумался. Почему? Нет доверия Богу. А мы доверились Богу. И, главное, вышли оттуда, с Москвы, на нашего митрополита здесь, московского патриархата. И он какую дал мне блестящую характеристику. А в это время еще статья появляется доктора богословия, профессора. Там, девятый номер, покров, Барнаульской митрополии. Видите как, этого ничего бы не было, если бы они не напали. И при том, митрополит отвечает, с расположением большим, с уважением. Русская народная линия. Осип Владимир Николаевич, это диссидент, 7 лет отсидевший. Он мне звонит, я ему объясняю, печатают статью. Там сколько людей поднялось, разных организаций. Мне каждый день несколько телестудий, одна, другая, с разных городов. Никому не разрешили, но эти очень настойчивые. День-другой звонят. Я разрешил, наконец, в течение полтора дня уже были потеряевки. Ну и все видно, как снимают. Какой ущерб, наоборот, это милость Божия, благодать коснулась нас. Сколько людей это услышали. И после этого к нам отношения хуже не стало. Один только человек злорадствовал, из Филадеевки, из Куратовский Виктора, шлопался от злости. Наконец-то этого упыря прихлопнули. Наконец-то, давите его там, давите его. Это Бог услышал молитву. А когда все отступилось, он вскрылся и уползла змея в траву. Ну, что спрашивают-то? Изосланец как бы от баптистов православия. Ну, пожалеть только можно его, больше ничего. А я ему сказал, Скуратовский, это Скуратов Малюта задавил, задушил митрополита Филиппа. Это его осколки. Они нас пытаются душить, но мы недосягаемые для них. Они разные там ролики составляли, придумывали. Пришлось даже жалобу написать прокурору Караганды, Казахстана. И там как взяли за эти хулители-то, все сглотоглохло и все убрали с интернета. А то голову мою, жены отрезали, всякие там пакости-пакости делали. Ну, безбожники. А почему? Часто исповедуются, чаще причащайся. Вот это зараза их коснулась. Миссионерские отделы. Миссионерские отделы, это дыра в преисподнюю, их нельзя создать. Можно создать певческие курсы, проповеднические, миссионерские нельзя создавать. Это обман. По два человека и в разные стороны. Как учил товарищ Ленин. Вот так надо. Отошел. Я понял. Короче, полное доверие в Богу и все невзгоды Господь будет решать сам за тебя. Я понял. Да дорогой ты мой брат Андрей, тебе ли это не знать, когда ты был и родился у меня здесь на пруду. Да, да, да. Я понял, я понял. Вспомни, как вы. Вы хорошие труженики. Вы себе оставили прекрасную память. Слава Богу. Получили святое крещение в полное погружение. О крещении сказать. Вот написано, и крестились во имя Господа Иисуса Христа. А написано во имя Отца и Сына Святого Духа. А как правильно? И сообразовалась секта. Единственники называются. Они не поняли в чем дело. Это означает с верой в Иисуса Христа. А слова произносятся во имя Отца. Аминь. И Сына Аминь. И Духа Святого Аминь. Другого нету. Они эти слова не могут соединить. Почему? Узость взгляда. То есть в чистом виде сектанства. Они стих вырвут, а дальше не знают, что с ним делать. Православие это широта, это объемность. Это вся Библия в совокупности. И кто здесь православный, научитесь это ценить. И смело отвечают, спросят, какой веры? Православный. Христианин православной веры. А сектанты, когда спрашиваешь, христианин Вадим, христианин Сергей, христианин Александр. А православный прямо пишет, христианка православная. Нам не стыдится на слово православное, а стыдится на других слов названий. Конфессия, запомните. Конфессия, динаминация, нет этих слов. Это сатана придумал. А это заменил сатана слово ересь. Где конфессия, динаминация, там ересь стоит. Есть ересь и истина. Православие это истина. А остальное ересь. Отошел. Спасибо. Христос. Так, ну на этом время вышло. Сегодняшнее занятие. Помолимся. Достойная стекала истину, Блажите Тебя, Богородицу, Пресновлаженную и пренепорощную. И Матерь Бога Нашего, Честнейшую в герою, И славнейшую, Бесравнимия с терапием, Без искрения Бога, Слово ровшую, Сущую Богородицу, Тебя величайя. Дайте, конечно, молитву. Любящий наш Отец Небесный, Мы предстали перед Твоим величием И просим Тебя Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Распятого за наши грехи И воскресшего для нашего оправдания. Прими наши молитвы За этот чудный воскресный день. Ты нас сохранил До сего часа. И прошедший год был благословенным для нас. Слава Тебе. Благослови, Господи, Чтобы этот год был Также для славы Твоей имени. Не нам, не нам, Господи, Но имени Твоему Дай славу И всех приходящих на эти занятия. Благослови обильной И в семейной жизни, Дабы имя Твое святое Сияло в жизни православных христиан. Благослови патриарха, Епископов, священников, Всем даруй духовное рождение, Правителей, И сохрани их от покушения на них, И даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии. Распусти нас миром. Тебе, Божья, хвала, Слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сергей Павлович, Ты имей в виду, Начинай собирать людей Минут за семь раньше, Пасап заправила, за семь. И ровно, ровно в шесть, Чтобы начало уже началось. А то вчера, Или когда, три дня назад, Там параллельно уже начали собираться, И это не годится. Ты никаких опозданий не должно быть. Сам себя прижми. А то есть у тебя обычаи Приходить вовремя, Или даже опоздать. А тут не годится. Вот так вот. Отключай нас, пожалуйста. Хорошо. Все, выключаю? Да.